МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. На заседании Городской Думы депутаты оценили итоги реализации нацпроектов за этот год. Продолжается голосование в рамках программы инициативного бюджетирования «Вам решать». Стартовала благотворительная акция «Новогодняя сказка-2021». Далее расскажем обо всем подробно. На нетобросовестного подрядчика могут завести уголовное дело. Детский парк на Сосино благоустраивали две организации. И если ДЭП свои работы закончил в срок, то ООО «Успенская» от выполнения обязательств уклонялось на протяжении всего года. Весь год мы помогали всячески, все возможные ресурсы и организационные части на исполнение контракта. Итого, этот подрядчик не исполнил свои обязательства и у нас, и в подготовке города к 800-летию. Принято решение в расторжении контракта в одностороннем порядке. Сейчас идет оценка объемов реализованных мероприятий. В следующем году проведут торги, определят нового подрядчика, который и завершит объект. Напомним, его реализуют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Качество исполнения этого проекта отметили как удовлетворительное. Но не все депутаты были солидарны со спикером в этом вопросе. Как-то нелогично получается. На подрядчика скоро заведут уголовное дело. Житель города, наши избиратели видят, что парк не завершен, а мы будем голосовать за их удовлетворительную работу. Вот уже режет слух, режет глаз. Их посадят в тюрьму, а мы их удовлетворяем. Спорной оказалась и оценка нацпроекта «Культура». И если к виртуальному концертному залу вопросов не возникло, то капремонт детской музыкальной школы имени Балакирева стал настоящим камнем преткновения в общей дискуссии. Принимать приведенные там работы как удовлетворительные многие народные избранники отказывались. Получается у нас что? Вы отчитываете, да, бюджетные средства, все эти темы. Нас не интересуют, что вы доведены, не доведены. Мы должны оценивать по качеству выполненных работ. На сегодняшний день получается, что не баланс, а это не пара, работа контракта не выполнена. Вы предлагаете нам сигналить, не будет творить. У нас уже выросла с плачевного лыжных база, парка. Голосование перенесли. 7 декабря депутаты вместе с представителями администрации поедут в музыкальную школу. О затяжном капремонте детской музыкальной школы имени Балакирева мы уже рассказывали в сентябре этого года. Напомним, осенью при демонтаже кровли затопило третий этаж здания, поскольку ремонтные работы совпали с осенними дождями. Сейчас все недочеты устранены и подрядчик готовит объект к сдаче. Это новые дорожки асфальтобетонные, новая разворотная площадка для пожарной техники, соответственно. Отливы, соответственно, сделаны. Вне проекта еще подрядчик поднял люки. Это почему-то в проекте не оказалось, просто не было. Они подняли люки, опять же, по объекту. Ну, естественно, бордюр на камне у нас их не было вообще нигде. На выездном комитете Леонид Бородулин рассказал о том, какие работы по проекту должны были быть сделаны, и представил народным избранникам подрядчика. По словам представителя строительной фирмы, 99% от общего объема работ выполнено. Капремонт завершат 8 декабря. В этот же день специальная комиссия проверит готовность здания. А 9 декабря воспитанники музыкальной школы смогут вернуться к занятиям. Благоустройство сделали, мусор практически весь в жизни, вот остались от временной кровли. Их сегодня-завтра увидим. Основной вход заделывается. Сегодня ограждение будет установлено. Шапки пропетные остались вот на этой части здания установить. Сегодня тоже начнут фонсировать, завтра закончим. Теперь народным избранникам на заседании Думы 9 декабря предстоит принять решение, оценивают ли они реализацию нацпроекта «Культура» как удовлетворительную. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В 10 почтовых отделениях из требуемых по штатному расписанию 32 сотрудников реально работает 10. Зарплаты Саровского почтамта не повышают. Из-за кадрового дефицита закрыли отделения на улице Ленина 15 и Харитона 3. Это лишь часть проблем, представленных в обращении главе города и председателя Думы в конце сентября этого года. Поступили и в адрес Думы, и звонки, и обращения в разной форме, где жители нашего города сообщали о том, что просто перестали почту приносить. И вот на просьбу, на звонок, на телефонную просьбу, а все-таки ее доставить, говорили, ну, сотрудников не хватает, вы в почтамп приходите, значит, в отделение, мы вам выдадим. Начальник Саровского почтамта Андрей Нестеров утверждает, что ситуация сейчас не столь критична. Персонал в Сарове укомплектован на 92%. Это средний показатель по Нижегородской области. Но вот только закрытые отделения как минимум до конца года свои двери для саровчан не распахнут. Положительные тенденции намечаются и в заработной плате, считает Андрей Геннадьевич. Средняя заработная плата, то, о чем я сейчас слышал вопрос, по Саровскому почтам, составила 28 013 рублей. За период с 2019 по 2021 год заработная плата сотрудников почтамта возросла на 23%. Оклады были повышены работникам основного производства, задействованы в отделении почтовой связи работникам сортировки, водителям. Более того, обещанному в 2019 году капремонту помещений почтамтов на Советской 10 и Шверника 30 быть в следующем году. Вроде бы кризис миновал, но вот вопрос, по какой причине его допустили и главное, как избежать повторения. Руководство борется с последствиями, однако сама проблема куда глубже и кроется в реорганизации почтамтов Нижегородской области, что провели в 2020 году. На сегодняшний день у нас Саровский почтамп в таком работает в укрупненном формате. Насколько я помню, если ошибаюсь, поправьте меня. Руководство Саровского почтампа на сегодняшний день территориально находится в Арзамасе и управляет почтовыми отделениями в Арзамасе, в Арзамасском районе, в Сарове, в Дивеевском районе, в Первомайском районе и в Изнесенском, по-моему, районе. Так, Саров имеет веские причины вернуть себе статус обособленного структурного подразделения филиала Почта России. В связи с этим народные избранники предложили подготовить обращение в адрес генерального директора Акимова от руководства города и директора ядерного центра. Детально проработать этот вопрос, а также решение назревших в почтамте проблем депутаты планируют на заседании рабочей группы. В этом году по инициативе президента заработала новая мера поддержки неполных малообеспеченных семей. Родителям, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет, ежемесячно выплачивают пособия. Его размер равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тысяч рублей. Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более 1 миллиона 300 тысяч детишек. Чтобы они вовремя получали положенные им средства, правительство направит еще почти 14 миллиардов рублей. В дополнение к тем 36 миллиардам, которые были предусмотрены ранее. Также кабинет министров выделит свыше 12 миллиардов рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. На заседании правительства Михаил Мишустин дал поручение министру труда и социальной защиты Антону Котякову взять исполнение решения под личный контроль и строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех, кому они положены. Культура, жилье и городская среда, экология. Заседание Думу начали с подведения итогов реализации национальных проектов. Напомним, на заседании совместного комитета депутата голосования отменили, так как информация о качестве выполнения капремонта школы имени Балакирева и реконструкции детского парка Сосина была неполной. Исполнение проекта «Культура» предложили оценить как удовлетворительное, а проекта «Экология» как надлежащее. Проект «Экология» – оценка надлежащее, и жилье и городская среда. Несмотря на то, что мы остаемся в кассе с точки зрения формальной оценки, мы можем здесь просить оценку надлежащее, но мы понимаем, насколько это для нас самих некомфортно. Ситуация все-таки тревожная, мы не выполнили те цели, которые сами себе поставили, не государство, а именно сами себе, поэтому здесь просим оценку удовлетворительную. В этот раз народные избранники согласились с предлагаемыми оценками. На заседании обсудили и главный финансовый документ грядущего года. Принять проект бюджета не позволяли две поправки депутатов – о реконструкции стадиона 12-й школы и об увеличении финансирования благоустройства округов. Поправки предложили отменить, но с условием, что народные избранники воспользуются правом выдать поручения администрации. Мы можем решением городской думы, когда оформляется протокольно, не оформляется отдельным решением, мы записываем протокол поручения администрации, в котором прописываем сроки поручения, фиксируем текст этого поручения, ну и контролируем его исполнение. Так, до конца года депутаты должны подготовить предложения по округам на основные 500 тысяч и 200 тысяч дополнительно. Их предложения изучит ДГХ. По поводу второй поправки город-думе должны предоставить дорожную карту реконструкции стадиона также до конца года. Кроме того, по итогам заседания Думы изменили форму проведения торгов на рекламные конструкции с конкурса на аукцион. Проект решения разработали депутаты Евгений Михеев и Петр Смирнов. Торги в новой форме пройдут в марте следующего года. В двух саровских семьях в уходящем году появился седьмой ребенок. Стали родителями впервые 216 пар. Второй ребенок родился в 267 семьях. Всего за 11 месяцев в нашем городе зарегистрировали 606 новорожденных. По словам Марины Егоровой, этот показатель снижается из года в год. Для сравнения, в 2019-м на свет появились 739 малышей. По популярности выбора имени, естественно, приоритет только у родителей. И вот по популярности выбора наших саровских, мам и пап, среди мальчиков, конечно, лидирует опять имя Александра, Тимофей, Кирилл. Среди девочек очень часто называли София в этом году, Ева. Не обошлось и без редких имен. Мальчиков называли Иса, Фома, Лука и Эрик. Девочек – Лукерья, Евдокия и Лария, Аиша. Среди новорожденных в этом году лидируют мальчики. Их – 363. Отрыв от девочек весьма ощутимый. Их родилось 243. Очень радует, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом у нас есть увеличение на 52 супружеские пары. И составило это 338 пар. Из них 127 пар заключили брак в торжественной обстановке. А торжественная регистрация заключения брака на сегодняшний день происходит при соблюдении санитарных норм, которые установлены указом губернатора Нижегородской области. В этом году зарегистрировали меньше разводов. 292 супружеские пары приняли решение прекратить свой брак. Из них 182 расторгли отношения по решению суда, 110 – по обоюдному согласию. Как правило, у таких пар нет общих детей, либо они достигли совершеннолетия. Что касается увеличения записей актов гражданского состояния по отделу ЗАГС города Саров, это, конечно, государственная регистрация смерти. Хочу отметить, что количество записей о смерти превысило количество записей о рождении, начиная с 2017 года. У нас идет увеличение. Для сравнения, в 2019 актов о смерти зарегистрировали 964. В этом году умерли 1254 саровчанина. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Ряпов, служба новостей, Саров-24. Голосование за проекты инициативных групп граждан в рамках «Вам решать» продолжается. Сейчас из всего города проголосовало около 2000 человек. О том, насколько важно поддержать проекты, расскажет депутат Городской думы Олег Бабушкин. Нехватка парковочных мест и загруженность стоянок автомобилями – общегородская проблема. Жители дома номер 10 по улице Семашка согласовывали проект по расширению дороги и парковки на протяжении пяти лет. В этом году шанс осуществить идею граждан дает программа инициативного бюджетирования «Вам решать». Также в рамках проекта планируют обновить тротуары у детского сада номер 45. Максимальное увеличение парковочных мест, которые возможны для этого участка. Потому что действительно это на сегодняшний день проблема для нашего района, для нашего округа. Потому что нерадивые жители, которые не находят под окнами, около входа в подъезд, начинают парковаться и на тротуарах, и на газонах. Это действительно большая проблема. Мы думаем все-таки какой-то частью это сократить. Рядом с шестиподъездной пятиэтажкой находятся дома номер 8 по Семашка и номер 9 по Некрасово. Для всех машин территории не хватает. Олег Бабушкин рассказал, что между парковкой и детским садом хотят еще высадить и деревья, чтобы детям и воспитателям было комфортно и безопасно. К сожалению, на сегодняшний день за проект инициативных жителей проголосовали всего 72 человека. Город Саров не обоснованно, слишком низко в рейтинге проголосовавших городов и районов. Призываю проголосовать за наш проект или за тот проект, который вы посчитаете нужным. Но то, что мы это должны сделать и привлечь дополнительные финансовые средства на благоустройство нашего родного, любимого города, это наша с вами задача и обязанность. Онлайн-голосование в рамках программы инициативного бюджетирования «Вам решать» пройдет до 22 декабря. А дать свой голос за один из проектов можно на сайте вамрешать.рф. Те, кто продвинутые пользователи, конечно, это очень легко будет сделать. На страничке городского округа города Саров они смогут ознакомиться со всеми 16 проектами, которые там описаны и представлены, и далее перейти к голосованию. Необходимо отметить, что тоже, к сожалению, можно проголосовать только за один проект из 16. Может быть, мы хотели несколько проектов выбрать, но программа нам этого не позволяет сделать. Также проголосовать можно по номерам 8 800 222 79 45. Звонок в России бесплатный и 8 831 423 79 45. Может взиматься плата по тарифу вашего оператора связи. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Положение осложняется появлением штамма «Омикрон». По словам Михаила Мишустина, пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. По поручению президента правительство завершает подготовку обновленного плана действий по борьбе с распространением COVID-19. В рамках дополнительных мероприятий будем работать по нескольким направлениям. Прежде всего, необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения COVID-19 в нашу страну. А также повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции. Михаил Мишустин призвал регионы контролировать ситуацию и быть готовыми к любому развитию событий. А также сообщил, что правительство дополнительно направило в субъекты федерации 89 миллиардов рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования. Средства пойдут прежде всего на лечение пациентов с COVID-19. Для людей такая помощь останется бесплатной. И дальше будет предоставляться по полису ОМС во всех регионах страны. Снижение числа заболевших коронавирусом фиксируют в стране вторую неделю подряд. Рассказал на заседании Михаил Мурашко. Сейчас лечится амбулатор на 660 тысяч пациентов. Под наблюдением медиков в стационарах остается 168 тысяч больных. Также министр здравоохранения доложил Михаилу Мишустину о том, как в России проходит прививочная кампания от COVID-19. Всего провакцинировано сегодня более 72 миллионов наших граждан. Полностью прошли вакцинацию почти 65 миллионов человек. В настоящее время, по данным регистра, вакцинировано более 62% от численности взрослого населения страны. Несмотря на снижение числа заболевших, коэффициент распространения коронавируса остается достаточно высоким. Поэтому речи о снятии ограничительных мер пока не идет, подчеркнула в своем докладе глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ежесуточное количество регистрируемых случаев остается достаточно высоким. И здесь любое нарушение требований правил или необоснованное ослабление режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которую мы наблюдаем. И которая достигнута таким достаточно сложным и напряженным трудом всех нас вместе в разных регионах. Анна Попова также отметила, что новый штамм Омикрон может быть завезен в Россию почти из 50 стран. Она призвала россиян по возвращении из-за границы повторно сдавать анализы, даже если первый результат был отрицательным. Глава Роспотребнадзора пояснила, что тест на коронавирус в первый день редко дает положительный результат. Обычно ковид проявляется на вторые и четвертые сутки. Напомним, срок действия ПЦР-теста в России сократили с 72 до 48 часов. У православных продолжается рождественский пост, последний многодневный пост в году. Он длится 40 дней, с 28 ноября до 7 января. Последний день перед постом приходится на День памяти апостола Филиппа. Поэтому рождественский пост еще называют Филипповым. Он готовит верующих к светлому празднику Рождества Христова. Рождение ребенка в семье – это чудо, это радость, это надежда на то, что этот маленький человечек вырастет достойным продолжателем своих родителей. А рождение Спасителя – это чудо, которое объемлет Вселенную, потому что этого события ждали многие тысячелетия. Рождественский пост призван подготовить человека ко встрече с Богом. Церковью предусмотрены ограничения в пище животного происхождения, но при этом в рождественский пост разрешается рыба. Конечно, еда – это лишь вспомогательное средство, ведь суть истинного поста – это изменение себя. Духовная составляющая должна быть приоритетной, поэтому в дни поста нужно постараться побольше молиться. То есть вот если мы не находили время для молитвы, надо постараться, чтобы это время было выделено для молитвы, для богообщения. Постараться почитать духовную литературу, по возможности регулярно ходить в храм. В дни поста важно не замыкаться в себе, но увидеть и тех, кто рядом, уделять внимание добрым делам и благотворительности. Многие спросят, а как же в пост отмечать Новый год? Священнослужители говорят, что во всем важна мера, а праздник – это хороший повод собраться всей семьей и вместе проводить уходящий год. А стол можно сделать и постным. Соединить можно и даже, я бы сказал, нужно, но все это должно быть разумно и, скажем так, воздержано. То есть, вот как мы говорили о том, что пост является средством, но в то же время сохранение мира, любви, согласия внутри семьи тоже является таким немаловажным моментом в нашей жизни. Рождественский пост завершится 7 января праздником Рождества Христова. Награждение победителей молодежного форума «Время выбрало нас» прошло в онлайн-формате. В первый день форумы молодежной организации и объединения города защищали проекты, обсуждали свои идеи с компетентным жюри. Теперь организаторы подвели итоги сразу нескольких конкурсов. «Саров молодежь», «Молодость Сарова» и «Доброволец Сарова-2021». Конкурс проходил с октября месяца по ноябрь. В городе Сарове он стал уже традицией. Сегодня будут подведены итоги. Узнаем победителей в пяти номинациях. Конкурс был направлен на выявление самых лучших волонтерских инициатив, волонтерских проектов. Трансляция не обошлась без музыки и живого общения с участниками форума и руководителями проектов. Глава города Алексей Сафонов лично наградил победителей, а также ответил на каверзные вопросы ведущего. На самом деле, с вами лидерами, я считаю, именно вас. Вот именно вас, молодежь, по одной простой причине, у вас нет границ, у вас есть желание, у вас есть возможность, у вас есть время для работы. Потому что мы работаем немного в других условиях, у нас то не хватает полномочий, то не хватает финансирования, то не хватает согласований дополнительных. И когда я вижу искренне желающего что-то сделать молодого человека, я хорошему завидую, я готов ему помогать. На форуме «Время выбрало нас» у молодежи города была возможность рассказать о своих идеях и планах, продвинуть новые инициативы на уровень города, а также получить обратную связь от специалистов. Проект был, чтобы организация города выделила нам деньги на технику, чтобы выпустить более высококачественный контент и обучить молодежь работой с телеоборудованием и научить их стримам. Я создала свою презентацию, которая рассказала о себе, в каких акциях я принимала участие и какие у меня есть награды. У нас такие акции, которые направлены на улучшение здоровья и повышение активной жизни. Теперь победители конкурсов молодежного форума «Время выбрало нас» начнут плодотворную работу по реализации своих проектов. Пятый год подряд комиссия по работе с молодежью правкоморфия Цнеев проводит благотворительную акцию «Новогодняя сказка для воспитанников детских домов». В этом году мы работаем с Богоявленским детским домом, получили письма от воспитанников и также от детей центра социальной помощи семье и детям города Сарова. Так называемый «теплый дом». В штабе правкома уже лежит 40 писем. Все они разные. Кто-то хочет в подарок получить игрушечный шуруповерт, кто-то конструктор, а кому-то и вовсе любой подарок будет в радость. Подари мне, пожалуйста, пастель для рисования и альбом. Я обещаю вести себя хорошо. С Новым годом! Жду тебя в гости! Каждый год ребята из правкома стараются рассмотреть те детские дома, куда меньше всего ездили молодежные комиссии подразделений. Активисты хотят, чтобы каждый ребенок почувствовал себя счастливым в этот волшебный праздник. Профессуизная организация активно поддерживает детские дома и многие молодежные комиссии правкомов подразделений ядерного центра берут шефство над детскими домами и в течение года, независимо от акции, им всячески помогают. И эта акция является финальным аккордом под конец года в качестве поздравления детей с Новым годом. Стадия Деда Мороза может любой желающий до 25 декабря. Достаточно просто прийти в штаб правкома на улицу Куйбышева, дом 14, комната 108, снять с елочки письмо, прочитать его и подарить ребенку мечту. Более подробную информацию можно получить по телефону 49 108 или 8 987 753 50 54. Мы неординарные, оригинальные, креативные, активные, уникальные тинейджеры. Так звучит девиз подросткового волонтерского объединения Нокаут. Почему тинейджеры? Слово вроде уже давно ушло из оборота молодежи. Ответ прост. Это часть истории Нокаута. Оно напоминает ребятам о дате создания объединения. Впервые юные волонтеры собрались вместе в 2010 году. Нокаутовцы – это наши помощники, соратники. Они наравне с нами проводят различные мероприятия, участвуют в библиотечных акциях, снимают ролики, продвигают наш сайт библиотечный, также продвигают нашу библиотечную группу Пушкинка, Саров. Ребята неоднократно становились героями наших репортажей. Так, каждый год в мае и сентябре нокаутовцы выходят на улицы города, общаются с саровчанами, задают вопросы о городе, известных людях и писателях в рамках интеллектуального марафона «Бегущая книга». Также ребята проводят семейные акции, такие как «Теплый вечер» и «Библиосумерки». Чаще всего участниками становятся представители одного класса. Например, сейчас большинство – это 14-я школа, 7-й А-класс, и их 11 человек. Вот сейчас нокаут – это уже третий набор участников. До этого были другие ребята, они уже выпустились, уже кто-то приобрел профессию. Кто-то становится студентами, то есть мы уже выпустили много ребят. И нокаутовцы родной клуб не забывают держать связь с руководителями и другими участниками. Сейчас почти все мероприятия в связи с пандемией перешли в онлайн-формат. Но боевой настрой ребят это не пошатнуло. Они продолжают креативить, продвигать свои идеи, помогать любимой библиотеке, но уже во всемирной паутине. Парк имени Зернова вовсю готовится к зимним праздникам. В этом году горожан порадуют новогодним настроением порядка 70 световых конструкций. На фонарях появились консоли в виде морозных узоров. Идет монтаж полюбившейся саровчанам кареты для золушки. А в центре парка на днях установят 12-метровую елку. По направлению к набережной реки Сатис нас будет встречать красивая светящаяся ротонда и две арки желаний, которые размещаются на лестничных проемах. И в самой пойме у нас разместятся две световые конструкции. Это селфи-рамка и новогодняя открытка для фотографий. Как и в прошлом году, все беседки украсят световыми гирляндами. Также в планах у организаторов нарядить дополнительно еще три живые елки в разных тематиках. Сказочный переполох, сладкая фантазия и музыкальный коллаж. А игрушки для украшения может сделать каждый. Работы на конкурс «Подарок для елки» принимаются по 10 декабря. Ограничений по возрасту нет абсолютно никаких. Работы, естественно, имеют ограничения по формату. Они должны быть не более 20 сантиметров. Иметь крепкую завязку, за которой будет прикрепляться к еле данная игрушка. Работы принимаются по адресу Зернова 64. Это Дом молодежи. Все подробности о конкурсе можно узнать по телефону 982-52-982-59. Светлана Юрунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Ксения Занина – новая яркая звездочка на творческом небосклоне. Воспитанница детской школы искусств делает большие успехи в вокале. 4 декабря в Розамасе Саровчанка участвовала в вокальном конкурсе «Арт покорения вершин». Под руководством педагога Анжелики Ермаковой Ксения подготовила выступление для двух номинаций – эстрадный вокал и авторская песня. Я исполняла две песни, то же самое «Когда мы вместе» и исполняла песню «Ассоль». За песню «Ассоль» мне вручили первое место лауреат первой степени, а за «Когда мы вместе» мне вручили лауреат второй степени. В номинации авторской песни Ксения выступила с композицией «Мы вместе». Ее написала выпускница детской школы искусств Валентина Кочкина. Ксюша уже исполняла это произведение на всероссийском конкурсе фестиваля «Единство». «Когда мы вместе» поем все песни, Пустицы мира над землей, Кружат они». Еще в раннем возрасте Ксения поняла, что хочет петь, и мама отдала ее в детскую школу искусств. В творческом пути юную вокалистку поддерживают родители и друзья. «В детстве я хотела стать певицей, знаменитой, но я даже не помню, что меня привлекало, но мне просто хотелось петь. Друзья на всяких конкурсах разных, то есть даже если они там не присутствуют, они болеют за меня, хотят, чтобы я выиграла. И родители тоже поддерживают». Также Ксения Занина вошла в десятку финалистов проекта «Первый шаг» в номинации «Юный вокалист». Сейчас воспитанница детской школы искусств готовится к суперфиналу, который пройдет 12 декабря в Нижнем Новгороде. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.